Всем добрый день! Канал GT-класс, Андрей Щетников. Я хочу обсудить вопрос, заданный в ролике «Акустическое перевозбуждение». Кто не смотрел, вот ссылочка. Посмотрите сначала. Ну, поэтому я сразу приступаю к обсуждению. Были люди, которые говорили, что здесь все дело в нелинейности системы. И, конечно, они были глубоко правы. Об этом я скажу немножко позже. Ну, многие говорили, что существенен резонанс. Нет, хотя в акустике резонансы, конечно, встречаются постоянно. Но в этой ситуации лучше говорить не о резонансе, а об автоколебаниях. Вообще научиться их различать друг от друга. Ну, и вот ссылочка на ролик про автоколебания для тех, кто захочет посмотреть. Теперь по сути дела. Ну, когда я включал просто, как бы подставлял микрофон к динамику, и все это гудело на низкой частоте, частота была порядка 200 герц, чуть больше, 220. И если посмотреть осциллограмму, то сигнал при этом выглядит вот так. Такая синусоида с обрезанными верхушками. Ну, что это означает? А это означает, что АЦП в системе, он срезает амплитуду, не позволяет никакому сигналу с большей амплитудой вообще существовать. Ну, и когда система накачивается, она не может накачаться выше, по амплитуде она не может накачаться выше некоторого установленного предела. Правда, если мы еще подкручиваем громкость, то сигнал становится, ну, более близким к прямоугольному. Это означает, что энергия закачивается в следующие гармоники, которые идут за, значит, тут у нас основной тон 220 герц. Ну, закачивается в более высокие гармоники, 440, 660 и так далее. А по амплитуде все остается урезанное. Ну, и амплитуду этого сигнала увеличить никоим образом уже нельзя. Система обрежет. Ну, дальше что происходит, когда мы дуем мундштук от блокфлейты? Вот то, что вы сейчас слышите, это на самом деле довольно громкий сигнал. Но он звучит на частоте, у него несущий тон, примерно 9,5 кГц. А наши уши на такой частоте субъективно воспринимают этот сигнал как более тихий. Хотя его амплитуда, вот в том опыте, который я показывал, была сравнима с амплитудой исходного сигнала низкого. Ну, и все это дело, если опять же посмотреть осциллограмму, выглядит вот так. То есть реально вот этот высокочастотный сигнал забивает с собой всю, значит, всю амплитуду и вписаться дальше низкочастотному сигналу, возбудиться ему в том же канале. Просто негде именно из-за нелинейности системы. А если бы система была линейной, ну, то тогда вообще говоря формально громкость звука на всех частотах росла бы до бесконечности. Понятно, что это лишь идеализированное представление. А реально, без разницы, цифровым образом это реализовано урезание, или это будет урезание в каком-то аналоговом усилителе. В любом случае, ну, мы не можем вложить энергии больше, чем эта система вкладывает по той или иной причине. Ну, и, значит, вот эта высокочастотка, она просто забила собой все. А дальше, если бы еще низкочастотный существовал, он бы сдвигал высокочастотную вверх-вниз, вверх-вниз. Вот так бы выглядела осциллограмма, да? Несущая низкая частота и сдвинутая этой низкой частотой высокочастотка. Но там просто места по амплитуде для этого уже нет. Ну, вот примерно такие соображения. Если кто-то хочет добавить, как обычно, пишите комментарии. Всем всего хорошего.